Здравствуйте! В эфире программа интервью. У нас сегодня в гостях Сергей Николаевич Захаров, руководитель МБУ благоустройства. Сергей Николаевич, здравствуйте! Сергей Николаевич, МБУ благоустройства отвечает в том числе за уборку снега. В этом году погода проверяет коммунальщиков на прочность, перепады температур, снега очень много, и это все усугубляет ситуацию и на дорогах, и во дворах, и в межквартальных пространствах. Давайте мы сначала определим территорий, за которые отвечает ваша компания, за которые отвечает, может быть, кто-то еще. Да, по поводу снега я с вами абсолютно согласен, но хотел бы немножко по-другому построить свой ответ. Вот, например, для меня, как и для простого жителя, неважно, кто за какие территории отвечает, за все отвечает наша власть. Поэтому у нас в округе создана единая диспетчерская служба, и если у наших жителей возникают проблемы или вопросы, я предлагаю всем звонить туда, а диспетчеры, они понимают, кто за что отвечает, кому какие территории подчиняются, и быстро переправят жалобу, так сказать, отрицателям героя, чтобы он быстро все это исправил. Как сейчас организована работа? Потому что очевидно, что есть некий график, он каким-то образом строится, он на каждый день, этот график распределен, или по какому принципу? Ну, смотрите, конечно, мы работаем планово, у нас план, это 20% территории, мы в день должны очистить. Не всегда, конечно, это получается, на то есть объективные причины. Вообще, значит, есть у нас долгосрочная перспектива и краткосрочная. У нас создаются планы на неделю и на каждый день. Планы каждого дня, вернее, планы на следующий день, мы сбрасываем, значит, единую диспетчерскую службу и в администрацию, чтобы могли они на своих сайтах людям показать, в какие дворы придет наша техника, чтобы наши граждане по возможности могли убрать автомобили, которые очень мешают нашей работе. А есть ли какая-то закономерность? Как выстраиваются эти планы? На какой двор больше пожаловалось жителей? Туда в первую очередь едет техника? Или как распределяется этот график? Нет, наш город распределен примерно на 7 одинаковых участков. В каждом участке есть, работает мастер, работает бригада, и они идут по порядку. Если начинают с первого дома, то, конечно, заканчивают десятым. Какие силы сейчас задействованы на уборку территории? У нас, значит, вот, например, сегодня выходило 80 человек дворников и 20 единиц техники. Это было 12 самосвалов и, соответственно, погрузчики. То есть стоит понимать, что внутри дворовая территория – это ваша основная зона работы. Ну, та, на которой сейчас акцент основной стоит. Да, конечно. Основная часть – это дворы. Потому что люди, выходя из подъезда, сразу встречаются, значит, с нашими неблагоприятными погодными условиями в виде снега, сугробов и запаркованности автомобилей, то, что они не могут выехать со своего двора. Единственная проблема, о которой вы говорите, припаркованные во дворах автомобили – это единственная проблема, с которой сталкиваются ваши сотрудники? Или еще есть что-то? Нет, зимой это единственная проблема, которая не дает нам нормально и быстро, и качественно обслуживать дворовую территорию. Ну, я соглашусь, потому что у каждого есть квартира, каждый живет в каком-то доме, и сейчас существует огромное количество чатов домовых, где и объявления вешают на первых этажах подъездов. Уберите, пожалуйста, свои автомобили в такой-то день, в назначенный час. Но все мы видим и понимаем, что эти требования игнорируются в множестве случаев. Даже я со своего 12-го этажа дома смотрю, когда приезжает трактор убирать. 50% машин все-таки остается на своих местах. И по центру двора трактор проезжает, а вот те места, где как раз вдоль бордюров припаркованные автомобили, там, конечно, каша – это вот сила того, что машина не уйдет, остается, потом все разносится. Да, я с вами согласен, но да, я же скажу, что это, наверное, больше ленность наша, чем это объективное обстоятельство. Конечно, я согласен, что кто-то может быть в отпуске, кто-то там заболел или еще что-то, не может убрать машину. Но это лишь малый процент. Это очень малый процент. В основном, вот сегодня был такой курьезный случай, как говорится, и смех, и грех, что трактор в одном из дворов сегодня ювелирно, так сказать, работал, и все-таки все-таки поцарапало одно из автомобилей. На что сразу вышел его собственник, это автомобиль. И когда тракторист стал ему объяснять, он говорит, не надо мне говорить, я все видел. То есть человек видел все это из окна и спокойно ждал, сможет ли тракторист там проехать в это угольное ушко или не сможет. Вот-вот дождался. Ситуация неприятная, поэтому, мне кажется, сознательность наших граждан – это еще один большой плюс к тому, чтобы наши дворы были чище и ваши сотрудники могли беспрепятственно, как говорится, создать нам комфортные условия пребывания в наших же с вами дворах. А еще есть хороший рецепт – собраться дружно домом, взять в руки лопаты и пойти помочь самим себе. Да, когда-то это было, это было в порядке вещей. Потому что я знаю, есть дома, есть дворы, которые очень организованно собираются. С вами я здесь абсолютно согласен. Такие дворы, естественно, есть, конечно, и сплоченность, и дружба граждан – это хороший залог чистой уборки двора. У нас есть в городе такие дворы, что есть там старшие, мы, когда им даем объявления, они убирают как действительно там 90-95% автомобилей. И двор их чистится очень хорошо и быстро убирается. Но хотелось бы, чтобы таких сообществ было побольше, и тогда всем будет жить лучше. Давайте объединяться, в общем. Только ли машины мешают или еще какие-то проблемы? Может быть. Опять же, у нас был ряд сюжетов в нашем эфире, где проходила информация о том, что не всегда хватает сотрудников, например. Ну, сотрудников действительно, их не хватает. И как показывает практика, сейчас в принципе не хватает сотрудников во всех организациях. Мы привлекаем, мы сейчас усиливаемся. Сейчас мы до этого буквально ввели две новые бригады, которые, значит, чистят поселок ферма, на что жители сразу обратили внимание и увидели, что качество почистки дворов стало лучше. После первого числа дополнительно мы еще привлекаем две бригады, которые будут чистить скобянку и звездочку. Дворы почистили, но эффект не всегда настолько виден и настолько воспринимается, потому что остаются груды снега, да, вот те самые такие навалы, потому что когда трактор прошел, это тоже в компетенции вашей МБУ благоустройства? Этим вы занимаетесь, да? Да, снег мы тоже со дворов и возим. Да, конечно, хочется попросить понимания наших граждан, потому что сразу мы снег вывезти не можем по ряду причин, но в основном из-за того, что не хватает техники. Мы его складируем на определенных местах, но снег мы оттуда все равно уберем. Мы его не оставим. Если не убрали сегодня, мы уберем его завтра или послезавтра. Ну, мы видим, что администрация всеми возможными способами и силами, в этом году особенно отчетливо видно, старается решить проблему с вывозом снега, который периодически прям насыпает, 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 его убирают, он опять осыпется, и приходится вновь убирать. Поэтому, конечно, большое спасибо МБУ благоустройства, администрации нашей. Если есть какие-то вопросы у жителей, можно опять же обратиться в ЕДС. Все заявки отправляйте лучше туда, чем в гневные чаты. И по возможности, конечно же, будут стараться вывозить, убирать. А там уже не за горами и весна. Да, я бы хотел сказать нашим уважаемым жителям, что мы их слышим, мы о них заботимся и стараемся как можно быстрее, лучше обратить внимание на каждую жалобу, на каждый двор. Конечно, не хватает пока еще сил, но просим быть терпимым, и мы обязательно почистим их двор, и как бы все сделаем хорошо. Сергей Николаевич, спасибо большое за беседу. Напомню, что у нас в гостях был Сергей Николаевич Захаров, руководитель МБУ благоустройства.